Саламастарма, курмитты отандастар! Саламастарма, курмитты мусульман каум! Кассетты Рамазан Ай, Путылосын! Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я хотел посвятить эфир плану выхода из кризиса. Дело в том, что уже месяц, как Токаев, как президент страны, объявил программу поддержки населения и бизнеса. Объявил, правда, он позже, чем сделали-то мы, демократические выборы Казахстана. Мы озвучили ряд инициатив, понимая, куда двигается мировая экономика и, безусловно, понимая, что эти проблемы будут и в Казахстане. Но, к сожалению, правительство Токаева ничего толком не сделало. Все кое-как, под пинками, криком, шумом, гаммом, величие чайное положение. Но, в итоге, карантин оказался пшиком. Но, я думаю, что, скорее всего, тот момент, судя по всему, правительство Токаева и сам Назарбаев даже не понимали масштаб бедствий, который сейчас надбегается на Казахстан и на весь мир. И очевидно, что такого рода проблемы ведущие страны мира, они решат. У них сильное правительство, сильные президенты. И самое главное, что они кончиками и пальцами чувствуют и знают, что происходит в стране и быстро реагируют. А если не будут реагировать, они потеряют свою позицию, потеряют место во власти. Это люди, которые выдвинуты народом и поэтому они будут работать на народ. А у нас же другая ситуация. И мы понимаем, что надо срочно двигать инициативой. Есть в стране политическая сила, демократический выбор Казахстана. Если мы не будем подпирать эту власть, подталкивать, прижимать, ситуация будет очень плохая. Тем более, что сегодня выступил впервые, появился Назарбаев. Но мы, правда, не можем сказать настоящий он или, опять же, там монтаж был. Сейчас современные возможности монтажа таковы, что голос пишется, видеоизображение рисуется, за спиной внешняя обстановка просто монтируется, чтобы понимали, как это делается. Поэтому трудно сказать, живой или нет он, но суть не важна. Он сейчас никакой роли не играет серьезной, не участвует, не проявляет себя как лидер. Но даже так мы будем считать, что он жив и что-то сказал. Я в этой связи хотел бы отметить следующее. Ну, во-первых, он там все проводил в дистанционном формате. Мы не увидели, что собраны члены кабинета министров, сам Такаев. Ну, в Израиле, извините, там митинг провели на улице, тысячи людей вышли. Дистанции два метра держали, тысячи людей. Поэтому очевидно, что Назарбаев мог провести такое совещание и в закрытом помещении, соблюдая дистанцию. Ну, даже три-четыре метра. Вот. Ну, тем не менее, смотрите, что получается. Сегодня впервые прозвучало, что Назарбаев осознает опасность. И, судя по всему, ему доложили. Но, как обычно, я знаю, как это происходит. Он, во-первых, не верит, что вот такие проблемы. Во-вторых, люди, которые докладывают, всегда сглаживают и рассказывают реальную ситуацию. И вот даже то, что он озвучил, я думаю, что это полезно для всей страны, потому что наши граждане думают так, вот завтра карантин закончится, мы выйдем на работу и все наладится. Ну, в принципе, так человек устроен, человек живет надеждами. И это хорошо, это правильно, иначе было бы все мрачно. Что говорит Назарбаев? Назарбаев говорит, что ситуация очень плохая, что в 170 странах мира, из почти 200, доходы резко сократятся. И что кризис будет сопоставим с тем, что происходило в период Второй мировой войны. Но, на самом деле, эксперты говорят, что будет еще хуже. Может быть, как они говорят, что такого никогда и не было, чтобы вы понимали масштаб. И поэтому, когда карантин завершится, то, на самом деле, ситуация будет действительно катастрофическая. Именно в нашей стране так же будет плохо и во всех третьих странах, которые не смогли построить эффективную современную экономику, не смогли построить сильное здравоохранение, образование. И, ну, в основном, сырьевые страны. Ну, Казахстан сырьевая страна, как и Россия, собственно. И, ну, представьте себе, ну, допустим, Европа. Да, кризис распространения вируса очень серьезный. Погибли десятки тысяч людей. Но эта система, они справятся, я имею в виду, европейская и американская. У них серьезные ресурсы, диверсифицированная экономика. Они очень чувствительно быстро реагируют. Это гигантское сообщество, которое владеет триллионами евро и долларов. И стоит вопрос, как справиться с этими проблемами Казахстана. Во-первых, конечно, нужно для этого адекватно оценивать опасность. Первое. Затем, исходя из того, что ты реально понимаешь опасность, необходимо разработать четкий план действия в условиях кризиса. Ну, и понятно, что четкий план предполагает серьезные реформы в команде. Потому что эти реформы делают люди. Четкий план реформ предполагает, что вся страна будет участвовать в борьбе. Именно не только с распространением коронавируса. Вы посмотрите, как Германия. Людям объяснили, что коронавирус опасный. Что угроза может привести к тому, что заболеет более 50 миллионов человек из 80 миллионов. Немцы народ дисциплинированный. Сразу сели на карантин. Все быстро действовать начали. Маски. Правительство оказало помощь. Сразу за три месяца выплатило людям. Гранты. То есть, все очень эффективно работало. И у них, относительно соседних стран, например, Италии, Испании, то же самое Америки, оказался очень низкий процент заболевших и очень низкий процент смертности. Вот видите, как борются с теми или иными проблемами серьезных государств. Это невозможно построить административно, как у нас пришли. Где-то кто-то заболел, они заварили всю дверь, нарушая все законы. Сделали, как для собак, внизу дырочку, типа там еду передавать. Это вообще нарушает все существующие виды законов. В Европе, в Америке такое в принципе невозможно. И народ в целом, как Германия, если бы был организован, дисциплинирован, то, конечно бы, все эти проблемы проходят уже не так болезненно, как, например, та же самая прошла Италия или Испания. Где народ в полной мере не воспринял угрозу. И сейчас там тысяча жертв. Вот, собственно, если мы понимаем угрозы, значит, нужно реформировать все свои действия. Таким образом преобразование проводить, чтобы государственная машина работала. И люди реагировали, и как одна команда, фактически единые нации решали эти проблемы. Но мы понимаем, что у нас этого нет, потому что система коррумпированная, чиновники все у нас вороватые, верхушка настроена для того, чтобы украсть. И народ не доверяет власти. В этих условиях вы понимаете, что никакие серьезные реформы не будут сделаны, тем более, что Назарбаев у власти 30 лет. И когда он произносит какие-то слова о том, что мы должны действовать как единая корпорация, а он действовал все эти 30 лет так, что Казахстан это была его собственностью. И к чему это привело? Что чиновники безвольные, богатство всей страны, фактически в руках этой политической верхушки во главе с Назарбаевым. И что он хочет? Теперь он говорит, нужны сильные менеджеры. Но откуда он возьмет сильных менеджеров, если он собрал вокруг себя импотентов и чиновников, которые боятся принять решение и не в состоянии принять решение? То есть вы понимаете, сейчас ситуация очень сложная, критическая в нашей стране, и вы должны это осознать. Поэтому я сегодня озвучиваю, что именно план выхода из кризиса, что нужно делать? Мы об этом никаких из речей Назарбаева ничего такого не услышали. Он сказал, что мы должны эффективно работать, мы победим кризис, что будут проблемы, что возможен голод. Ну, собственно, и все. Ничего такого особого он не сказал. Ну, в этой связи давайте мы пройдемся, будем отталкиваться от вопросов. Я очень много вопросов ранее получил и сегодня, но я предупреждал, что я выбираю наиболее такие злободневные вопросы, часто встречающиеся. И таким образом, чтобы у вас сложилось понимание, что происходит в нашей стране, что происходит в мире, что мы в этой связи должны делать, как действовать, одним словом, как спасаться. Потому что видно, что эта верхушка, они только для себя построят корабли и уплывут из нашей страны с гигантскими богатствами. И поэтому мы и сами должны себя спасать. Ну, давайте начнем с вопросов. Итак, первый вопрос. Мне пишут, что Такаев три недели назад объявил о программе экономической помощи. Пообещал выделить 10 миллиардов долларов в экономику Казахстана. И вопрос следующим образом звучит. Вот мы видели, как выдавали 42 500 тенге. И власти говорят, что эту помощь получит 4 146 000 человек. Это по заявлению Министерства труда. И даже если считать, что 4 146 000 человек получили эту помощь, если мы умножим на 42 000 тенге и поделим на средний курс долларов 430, получается приблизительно 400 миллионов долларов. Ну, вот и мне задают вопрос. А где остальные 9,6 миллиардов долларов? Ну, мы же прекрасно понимаем, что 4 140 000 человек не получили эту помощь. Какая-то незначительный час получила. Ну, мы будем давать и считать, что да, правительство эти деньги выделило. И мне задается вполне справедливый вопрос. Считая, что эти 400 миллионов долларов выделено, а где остальные 9,6 миллиардов долларов? Куда они делись? Люди мне пишут, что мы их не видим, не ощущаем. Жизнь становится с каждым днем хуже и хуже. Окончательный срок карантина еще правительство не объявило. Ну, и я на самом деле ситуацию изучаю. Я знаю, что катастрофическая ситуация в районе Казалардинской области. Там вообще ужасающая ситуация. И мы это ощущаем по чату безработные и бедные. Там регистрация в области, где живет всего лишь около 700 тысяч человек. Численность на данный момент участников чата больше, чем в Южно-Туркестанской области. Именно конкретно в Шимкенте. Вы представляете? Там в одном городе живет свыше миллиона человек в Шимкенте. Еще рядом область достаточно значительная. А здесь по всей области безработные, которые зарегистрировались, они просто значительно превышают численность тех, кто именно в Шимкенте безработных. То есть вы понимаете, какая ситуация. Отчаянно это. И вот ситуация очень плохая. И давайте мы поймем, куда же собираются девать эти деньги. И вообще есть ли они. Смотрите, сегодня было объявлено, что состояло заседание так называемой госкомиссии. Проводил его премьер Мамин. Это известный грабитель железной дороги. И там было объявлено, что правительство будет выделять деньги бизнесу. И они составили список 361 предприятия. Я сейчас хочу пояснить, куда собирается правительство деть деньги. Те самые, о которых мне задают. Спрашивают, куда делись деньги. Но при этом звучат такие слова, что это системообразующие предприятия. То есть правительство собирается вручную. Они определили 361 предприятия. Их там на самом деле в стране у нас тысячи предприятий. В сфере малого и среднего бизнеса работает 3 миллиона человек. Вот представьте себе, эти орлы в лице так называемого правительства выделяют ресурсы 361 предприятия. Так называемые системообразующие предприятия. Я хотел бы обратить внимание сейчас вас и генерального прокурора. Я знаю, что генеральный прокурор назначается Назарбаевым. Что он бесполезный орган. Но я сейчас фиксирую для истории. Потому что очень скоро этот режим пойдет. И мы спросим с генерального прокурора. Он может что угодно говорить. Но это его полномочия и обязанности. И он обязан реагировать. Итак, в законодательстве Казахстана нет понятия системообразующие предприятия. Прокурор, я тебе просто хочу, чтобы ты посмотрел нормы закона. И ты там увидишь, что в законодательстве Казахстана нет понятия системообразующие предприятия. Я посмотрел российское законодательство. Там есть. При этом в законе это было оговорено еще в 2008 году, когда произошел так называемый известный кризис. спрашивается, а что вы делали? Ну вот как вы будете выделять деньги незаконно, сидя вот так вот, что называется, вручную и про себя говоря, что это системообразующие предприятия. Системообразующие предприятия, они должны быть прописаны законодательно. А здесь, если просто внимательно посмотреть системообразующие предприятия, то вообще предприятия, которые будут получать, они никакого отношения не имеют. Фактически это предприятия Назарбаева, это сырьевые предприятия, металлургия, обрабатывающая, это торговые некие центры. Ну мы знаем же, кто торговым центром владеет. В основном Нурсултан Назарбаев, прямо или косвенно, через своих там подставных лиц. И все эти деньги, чтобы мы понимали, уходят предприятиям, прямо связаны с властью, с этой политической верхушкой. То есть денег вы никуда, вы их не увидите. Когда мы говорим о малом и среднем бизнесе, и все прочее, когда мне задают вопрос, а где оставшиеся 9,6 миллиардов долларов, я хочу сказать, они пропадут вот именно там, в этих 361 предприятии. Во-первых. Во-вторых, они пропадут деньги в банках Назарбаева, потому что вся банковская система, она прямо Назарбаевская, вот как Халкбаб. Или АТФ банк, это Исимов, которого возглавляет сейчас сам Руказана. Или типа Форте банк, это помощник, бывший Назарбаев, у Тимуратов, с которым он, через него точнее говоря, держит все свои основные активы, ну точнее все, а многие активы держит. Или там Евразийский банк, это банк Машкевича, Шадиева, Ибрагимова, его партнеров по бизнесу, ферросплавы и все прочее. То есть вы понимаете, да? То есть каждый раз, когда происходит кризис, поднимаются они вверх, в условии кризиса обогащаются. Совсем недавно Казком влили 8 миллиардов долларов из бюджета страны, а потом за 2 тенге забрал Тимур Кулебаев. И сразу в журнале Forbes его состояние на несколько миллиардов поднялось, и он стал, вошел число богатейших людей мира. Вот что происходит, когда вот такие кризисы происходят, да? То есть не попадает помощь прямо предприятиям, малому и среднему бизнесу, попадает в карманы самого Назарбаева и у ближайшего окружения. Это я отвечаю на вопрос, куда делись деньги. И вы понимаете, что если уж кризис будет преодолеваться, то будет преодолеваться ресурсами государства так, чтобы выплывали предприятия Назарбаева, они получали монополию, во всех секторах экономики, а бизнес умирал, и вот будет везде, вот так, на поверхности только предприятие Назарбаева. Собственно, как сейчас получилось. Вот посмотрите, банковсектор вычищен, все банки под контролем до султана Назарбаева. Это я отвечаю на вопрос человека, который спрашивает, где оставшиеся деньги. Вот, собственно, планы этой политической верхушки украсть очередные 10 миллиард долларов, засунуть по своим проектам. Ну, знаете как, на самом деле, я далее объясню, что нужно делать. Я сейчас отвечаю пока на вопрос, где деньги, и затем мы будем обсуждать, а что нужно делать, чтобы действительно облегчилась жизнь всего нашего населения, действительно, чтобы бизнес получил поддержку, и действительно, чтобы мы из этого кризиса вышли свободно, спокойно, перестроили экономику. Этот план у меня есть, он очень простой. Конечно, есть еще более энергичные действия, о них я тоже отдельно буду говорить. Сейчас вот я отвечаю на первую часть вопроса. Следующее. Меня спрашивает, Такаев вчера озвучил, что бюджет по итогам первого квартала недополучил 350 миллиардов тенге. Что это значит для нас? Нам ничего не объяснили, как обычно. Прошу пояснить. Итак, Такая вчера выдала информацию, что первом квартале бюджет недополучил 350 миллиардов тенге. Это по текущему курсу где-то приблизительно 430 даже, если считать, 800 миллионов долларов за первый квартал. Но, уважаемые друзья, дело в том, что нынешнее правительство не говорит вам реальную правду. Дело в том, что в январе и феврале цены на нефть были высокие. В начале января цена на нефть была 68 долларов. 68 долларов за баррель. Сейчас Юральс, так называемый, которым мы торгуем, нефть, он даже и 15 не стоит. А если текущую нефть говорить, которую они сегодня хотят продать мимо долгосрочных контракт, который они подписывали, вообще ее стоимость не просто ноль, отрицательная. То есть, за нефть, которую вы хотите продать, вы ее ничего, никакие деньги не получите, вы еще должны доплатить, лишь бы у вас забрали, потому что все хранилища переполнены, нефть некуда девать, покупателей нет, танкеры в мире, в морях просто стоят, плавают и не знают, куда деть эту нефть. Поэтому в реальности ситуация по нефти очень плохая, и это все начало происходить только в марте. То есть, обратите внимание, январь, февраль был благоприятный, все было красиво, фактически вся мировая экономика показывали хорошую отчетность и так далее. И по итогам квартала 350 миллиардов тенге. значит, это по итогам не квартала, а по итогам одного месяца. То есть, за один месяц бюджет не получил 800 миллион долларов. Март еще был хороший, там цена была где-то 30-35, вот где-то вот так вот, 25-35 в этом промежутке не впрыгало. Но в апреле вот сейчас цена уже или минусовая, или там на уровне 10-15 долларов. Представляете? Это что значит? Это значит, за один месяц март бюджет недополучил налогов в размере 800 миллион долларов. За один месяц. Это объективно нужно так понимать. А значит, что получается в апреле? В апреле убытки бюджета должны быть больше. Вот представьте себе, что значит больше? Если за один месяц, за март бюджет не получает 800 миллион долларов, значит мы скромно, скромно, скромно можем уверенно сказать, что каждый месяц, начиная с апреля месяца, бюджет страны будет недополучать миллиард долларов. И значит, за 9 месяцев общие убытки составят минимум 9 миллиардов. То есть, в реальности бюджет не доберет 10 миллиардов долларов. Это более 30 процентов бюджета страны. И когда вы у меня спрашиваете, а что это значит, я хочу сказать, что если в марте бюджет недополучил 350 миллиардов тенге, то последующие месяцы до конца года мы потеряем минимум 10 миллиардов долларов, что составляет приблизительно более 30 процентов бюджета страны. Но что это значит? Это значит, что будет сокращение, будет массовое сокращение чиновников, закроются программы какие-то, не будет финансироваться там огромное количество разных проектов и чтобы покрыть эти 10 миллиардов. Один путь. Второй путь нужно откуда-то взять. Ну, правительство заявляет, что эти деньги якобы возьмет из национального фонда. Мы к этому еще вернемся. Вообще, интересная ситуация. Я, находясь во Франции, знаю бюджеты стран вообще любой страны. Америки, Германии, Франции, вот любой, включая Россию. Я вот слышу комментарий, как это он сидит во Франции и вот типа владеет информацией, говорит о Казахстане, все прочее. Так не бывает. Типа приезжай в страну, давай здесь разберись. В мире все сейчас открыто. Кто умеет пользоваться интернетом, может получить данные открыто. Все есть. Но наш бюджет казахстанский, приходится его по разным другим каналам выуживать эту информацию. Так вот, по России другая страна, не Казахстан. Я владею очень сильно информацией практически по ключевым показателям. Ну, например, российские налоговики, эксперты опубликовали, что они недополучат 27 процентов. Я же сейчас вам сказал, что свыше 30 процентов недополучат налогов. Они признали, что недополучат 27 процентов налогов. И это они оценили, когда цена на российскую нефть была 20 долларов. Но вот сейчас-то, извините, она в районе 10-15, а очень скоро будет 0. То есть, вы понимаете, что масштаб потерь будет свыше 30 процентов. 35, может быть, 40 процентов. Ну, давайте, тогда мы также будем понимать, у нас-то же ситуация не лучше, чем в России. Мы продаем то же самое нель. То есть, наши потери будут составляться свыше 30 процентов. То есть, минимум 10 миллиардов бюджет страны не потеряет. Вот что значит ответ на ваш вопрос. Спрашивайте, если 350 миллиардов тенге потеряли, что будет дальше? Дальше мы потеряем минимум 10 миллиардов долларов. И это, безусловно, повлияет очень тяжело на всю экономику страны, на вашу жизнь, на зарплаты и вообще на способность государства держаться на плаву. Следующий вопрос. У меня спрашивает, да, я здесь вопрос вижу, у меня спрашивает, вроде они по итогам квартала объявили, что рост экономики 2,7 процентов. В мире все упали показатели, а у Казахстана 2,7 процента. Вы же помните, они буквально недавно, более недели назад, провели заседание торжествам, объявили, что у них рост по всем показателям 2,7 процентов, рост валового внутреннего продукта. Представляете, проходит неделя, они заявляют, мы по итогам первого квартала недополучили 350 миллиардов тенге. Ну как такое может быть? Смотрите, сплошное вранье. Они показывают рост больше, чем в прошлом году и при этом говорят, у нас дырка в бюджете. Вот она правда. И вот смотрите, следующий вопрос мне задают. Вот в прессе прозвучала информация, что Казахстан будет занимать на международных рынках 3 миллиарда долларов. Что сейчас долг где-то около 100, ну я точно к сожалению не могу сказать, потому что они пляшут, минимум 160 миллиардов. Получается, что у меня здесь спрашивают, еще 3 миллиарда, еще 3 миллиарда долг, мы что у Китая будем занимать? А где тогда эти 90 миллиардов долларов, о которых говорил Назарбаев, Такаев, где они, зачем занимать, когда у нас есть деньги? Мне задают вопрос. Я хочу сказать следующее, уважаемые друзья, министры экономики, министры вот Абаев, который является как бы лицом этого правительства, человеку он безграмотный, к сожалению, он даже не понимает, что он говорит, когда дело касается экономики, хотя любой министр азы экономики должен знать самые простые вещи, арифметика умножать, прибавлять, на то он не министр, у него сотни людей подчинения, у него есть бюджет этого министерства, он должен знать, сколько ему положено денег, откуда они берутся, он должен защищать свой бюджет в правительстве, потом правительство должно идти в парламент, но этот министр Абаев, он просто удивительный, смешной по своей безграмотности, я сижу просто все время просто поражаюсь, вот я бы такого не то что министра, я не знаю куда я его взял, просто выгнал бы и все, потому что абсолютно ноль, этот человек заявляет, что мы будем бороться, чтобы сохранить рабочие места, нас не интересует там, что там цены происходят с нефтью и так далее, мы будем сохранять рабочие места, эта фраза просто уникальная по своей глупости, если нефтегазовые отрасли, цены на нефть падают, как можно там сохранить рабочие места, у них же денег не будет, они в убыток работают, иначе они должны быстро-быстро сокращать людей, сжиматься, и что бы ни говорил Абаев, эти люди потеряют рабочие места, невозможно их сохранить, когда убыточный бизнес, из чего он будет платить заработную плату, и вот представьте себе, такой министр делает заявление, что все у нас хорошо, мы сохраним рабочие места, я от души посмеялся, когда он такие фразы крылатые сказал, и такого много, просто поразительно, что он работает министром, ну ладно, бог с ним, поразительно, что этот человек представляет Казахстан, он выходит перед нашими гражданами, заявляет, что вот, вот так, при этом абсолютно нулевый человек, и вот он что сказал, я приношу извинения, оказывается, у нас в бюджете дырка, и мы должны деньги эти недостающие получить в национальном фонде, ну и далее министр экономики выступил, сказал, что они в национальном фонде на этот год планировали возьмут 2 триллиона тенге, а теперь возьмут 4,7 триллиона тенге, то есть, тогда они покроют весь дефицит, и закроют все вопросы связанные с поддержкой бизнеса, и в частности, вот выделение краткосрочной помощи в размере 42 тысяч тенге, вот что сказал министр экономики, и то же самое чуть ранее сказал министр Рабаев, сказал, мы возьмем национальный фонд, и все у нас будет хорошо, я по этому поводу тоже опять посмеялся, ну собственно, что называется, и дня не прошло, и они вышли на рынок, публично министр финансов заявил, что будут привлекать 3 миллиарда долларов, спрашивается, есть ли у них недостающие деньги, которые они заявили, собираются взять их в национальном фонде, зачем выходить занимать 3 миллиарда долларов, зачем, если деньги действительно есть в национальном фонде, и вот мне, конечно же, задают справедливый вопрос, а зачем 3 миллиарда долларов, и более того, самое смешное, что они говорят 500 миллионов долларов мы займем в России, пока не смогли, у меня большие сомнения, что займут, но суть не в этом, суть в том, что видите противоречие, они говорят, что недостающие деньги мы возьмем в национальном фонде, а при этом выходят на международный рынок и говорят, дайте 3 миллиарда долларов, то есть государственный долг хотят увеличить, вот на самом деле какое у нас интересное правительство, и, конечно же, у меня задают, что задают вопрос, а кто эти деньги даст, мне, я сейчас не знаю, кто даст, это вопрос, на какие рынки они пойдут, ну, я не исключаю, что будет занимать в том числе и у китайцев, потом будет рассказывать, что Китай наш партнер, нам помогает трудное время и все прочее, вот это так абсолютно реальное, ну, и, конечно, возникает, вот если развивать этот вопрос, если деньги действительно в национальном фонде есть, то зачем их занимать, я здесь хочу пояснить, на самом деле, ситуация, которая существует с национальным фондом, дело в том, что Назарбаев считает, что национальный фонд, это его личный фонд, хотя, говорится, что это фонд будущих поколений и все прочее, на самом деле, это его карман, я в ближайшее время начну публиковать, давать вам информацию, как он просто так, между делом, 5 миллиардов крал, 10 миллиардов, дело в том, что я об этом всем писал, когда еще находился во французской тюрьме, еще в 14-м году, я сидя в тюрьме получал информацию, я видел все эти сделки, они публичные, и просто на глазах у всего народа крались миллиарды долларов, и они крались, почему, потому что его национальный фонд считал своей собственностью, дело в том, что многие из вас, наверное, не осознают, что это так, я просто приведу пример, когда в 98-99 годах мы не могли заплатить пенсии, я тогда работал министром правительства, где-то около полутора лет, у нас отставания по выплатам пенсии были свыше шести месяцев, мы всем правительствам сидели ночами, думали, какие активы продать, думали по оживлению экономики, придумали разные программы, и вот, тем не менее, была вот такая ситуация, когда отставание по пенсиям было более шести месяцев, чуть позже, когда я ушел в отставку, я узнаю, что у Назарбаева были на зарубежных счетах в швейцарских банках суммы свыше миллиарда долларов, которые он получил в виде отката, помните, как министр труда сказал, смс откаты, вот, и вот, оказывается, он получил взятки от известных американских компаний, ExxonMobil и так далее, спрятал их в Швейцарии на своих счетах, и затем, в конце 99-го года это обнаружилось, деньги были заблокированы, потом его американский советник Гиффин был арестован в Америке, там развернулась многолетняя тяжба, в итоге Назарбаев срочно вернул деньги, это уже приблизительно, по-моему, в 2001, нет, в 2002 году, он вернул деньги в бюджет страны, и Манголит Асмагабетов, которого назначили премьером, Назарбаев назначил, вышел в парламент и сказал, что эти деньги, они государственные, просто он держал их на своих счетах за рубежом, прятал, почему, потому что он держал заначку, думал о стране, крутая заначка, свыше миллиарда долларов, которую он держал на своем счете, никто об этом не знал, и об этом стало известно, когда эти деньги были арестованы, смотрите, это же президент страны, и выходит, и Манголит Асмагабетов, который там, многие говорят, ой, Манголи, что он там крутой, надо на него ориентироваться, это заместитель этого мафиози, Натултан Назарбаев, будучи премьером, в парламенте заявил, что, а если деньги пришли бы в страну, то была бы инфляция, чтобы не было инфляции, оказывается, когда много денег в стране, это инфляция, он держал и прятал, держал его, чтобы потом, в критический момент, вернуть деньги в страну, но держал бы его официально на счете, в таком же фонде, ну и как можно эти деньги было держать, если не выплачивались пенсии, не выплачивались заработной платы, до полугода, года доходили долги, и получается, в это время, когда вся страна страдала, миллионы людей страдали, он украл больше миллиарда долларов и держал за рубежом, ну конечно, для него это был урок, и когда эти деньги, он был вынужден пригнать обратно, через какое-то время, он придумал, ну другую схему, которая в мире известна, создают специально фонды, как Норвегия, арабские страны, но если эти фонды открытые, прозрачные, и все видят, куда и как эти деньги тратятся, участвуют в принятии решений парламент, то наш фонд, с громким названием фонд национального благосостояния, контролирует лично на заработку, добавив, поэтому он просто, зарубежный карман прямой, понял, что на свое имя нельзя делать, и создал этот фонд, и все деньги там, и он оттуда постоянно крадет, ежегодно, ну минимум по 10 миллиардов, вот он в банке, каждый год по 10 миллиардов запихивал, я потом вам отдельно, еще прям по сделкам покажу, как он крадет деньги из национального фонда, который принадлежит гражданам, и конечно же, теперь мне задают вопрос, а где эти деньги, о которых якобы, там около 60 миллиардов долларов в национальном фонде, а где эти деньги, а почему он их не инвестирует в экономику, ответ очень простой, потому что он считает, что это его деньги, и никому не дает, или дает, говорит, вы потом мне смотрите, верните, ну и что получается, вот представьте себе, заходит к нему Касмжемар, и говорит, вот кризис, там все прочее, ну что он сможет, он толком не объяснит, он же вообще ничего не понимает в экономике, ну берет более подготовленный, Карим Васимова, ну наверное там министр финансов приходит, и они что, скажут Назарбаеву, дай деньги, он скажет, там, Тимур, иди сюда, ты хочешь помочь стране, на там свои деньги, или так добейтесь, чтобы эти страны, в стране деньги нашли, и начинает однодневную вашу заработную плату брать, что угодно, долги занимать, вот выходить 3 миллиарда долларов на внешних рынках, еще возьмет долги, но из национального фонда скажет, нет, это мой фонд, вы что, рты поразевали, поэтому в национальном фонде деньги, если даже есть, то он их не хочет отдавать, понимаете, поэтому к нему людей, которые придут, зная его отношения, и скажут, дай деньги из национального фонда, при том, они там уже безвозвратные, ждет разочарование, как минимум, а в реальности он им там уши надерет, да, вот, ну, и никому ничего не даст, именно поэтому вот такая ситуация, когда необходимо всей стране деньги дать, и они начинают, то дам, то не дам, то отдай, то верни, там еще что-нибудь, сами понимаете, вот такая ситуация с деньгами у нас, с национальным фондом, и поэтому, когда у меня спрашивают по 3 миллиардам, и где национальный фонд, я говорю, национальный фонд, он как бы есть, но, Назарбаев оттуда деньги не хочет отдавать, и это вопрос упорства наших граждан, которые принудят его эти деньги выделить. дальше, у меня дальше спрашивает, ну, видимо, это кто-то получил 42 тысяч 500 тенге, вот, мне говорят, что получили 42 тысяч 500 тенге, это женщина пишет, у меня трое детей, это, говорит, просто нам хватит на неделю, и что теперь, говорит, делать таким, как я, работы нет, отсрочку по кредиту банк не дает, и депрессия, на грани самоубийства, просто дети маленькие, и это фактически удерживает человека от всего прочего. Но, понимаете как, ситуация действительно очень сложная, и в этих условиях, когда людям плохо, правительство должно действовать энергично и быстро. Вы видели, они три недели жевали, еще дальше жуют с этими 42 тысячами тенге, это ничтожные деньги, и они дошли только до узкого круга людей, и даже если эти 4 миллиона получат деньги, что называется, дорога ложка к обеду, деньги должны приходить вовремя. А здесь получается, миллионы людей страдают, и основная часть эти деньги не получила. Я разговариваю с активистами разными, которых много детей, они получают какие-то небольшие пособия на детей, и как-то вот случайными заработками перебиваются. Но представьте, им тоже отказали в получении этих 42 тысяч тенге, то есть ситуация очень плохая. поэтому мы требовали, чтобы эта власть немедленно выплатила каждому человеку по 50 тысяч тенге. Это было требование в начале марта, которое мы озвучили. Каждому, включая младенцев, это позволило бы нашим гражданам держаться на плаву тот самый месяц. Но сейчас мы видим, что карантин уже продлили до 1 мая, то есть уже больше месяца, и есть намерение этой власти продлить еще, как минимум, судя по всему, на 15 дней. Ну, 1 мая мы узнаем их решение, или ближайшее, на этой неделе узнаем, наверное. Вот, и, конечно же, эти 42 тысяч тенге никак не помогают. Они же только одному человеку это нет, чтобы все члены семьи, включая детей, получили. Поэтому сейчас наши требования уже другие. Мы говорим, что надо выделить немедленно по 50 тысяч тенге каждому человеку. Семья из 4-5 человек в среднем будет, значит, получать 200-250 тысяч тенге. Причем, мы сейчас требования уже перестраиваем и говорим, каждая семья, каждый человек, младенец должны получить по 50 тысяч тенге в май, июнь, июль. по сути, и август. Вот, 4 месяца наши граждане должны получить каждые по 50 тысяч тенге. Тогда это будет другая ситуация. Я сейчас объясню, как это повлияет глобально на всех. И вот, смотрите, конечно, сейчас мне будет говорить, что ну, там же есть и более обеспеченные люди, тот же самый наш Назарбаев богатый и все прочее. Неужели всем нужно дать Тимуру Кулебаеву и так далее? Ну, во-первых, их не так много, таких, как Назарбаев, Кулебаев или Назарбаева Тухал, его дети, Тухал и там Тимуру Кулебаева. Их не так много в масштабах всей страны. Я предлагаю здесь не считаться, пожертвовать, подарить этот 50 тысяч тенге Назарбаев, пусть подавится, пусть подавится Тимур, им же все время не хватает, у них на счетах лежат миллиард долларов, они вот сейчас я получаю много информации, когда они требуют с людей однодневный заработок, чтобы перечислили вот тот самый фонд. Представляете, люди и так нищие, и они требуют, чтобы было перечисление этого однодневного фонда. То есть, однодневная заработка в этот фонд. Представляете, это же вообще беспредел. Я предлагаю дать по 50 тысяч тенге всем, включая шалу, пусть подавится. Что это будет? Это будет, что за этот период люди спокойно получат эту сумму, эти деньги действительно есть. Я сейчас озвучу сумму суммарно по всей стране. И тогда в течение четырех месяцев люди себя будут чувствовать спокойно и самое интересное, что очень мягко перестройка произойдет всей экономике страны. Я объясню, почему сейчас. Итак, что мы говорим дальше? Здесь мне задают вопрос, что отсрочку по кредитам не дают. Ну, вы помните, как Токаев сказал, что я прошу банки войти в положение. Ну, по сути, я уже говорил, что это не слова президента, это слова полного патента во власти, который должен правильно решение принимать, должен четко выделять суммы. Я объяснял, что любая попытка банки принудить, получится так, что банки тогда депозиты населения не вернут, вклады. Если они здесь не получат, значит, они здесь не отдадут. То есть, это просто низкая профессиональность, непонимание Токаева, как президента страны в самых элементарных вещах. Поэтому, что получится? Сейчас, в той модели, когда они собираются вот эти 10 миллиардов распределить, они своим компаниям раздадут, это попадет в их банки. Банки что сделают? Они срочно купят валюту, зная, что сейчас будет обвал тенге и будет сидеть в валюте. Потом тенге обвалится, они часть валюты продадут и зафиксируют миллиардные прибыли. Так уже было на предыдущих девальвациях. Поэтому должна быть очень другая модель, когда деньги уходят ни в банки, ни предприятиям Назарбаева. Эти деньги должны попасть всем 18,5 миллионам граждан. Всем абсолютно. И тогда, даже когда богатые получат, ну помогут. У нас же казахи своим родственникам помогают, помогут своим родственникам, близким. В конце концов, пойдут мечеть пожертвовать, бедным на улице пожертвуют. Поэтому давайте эти деньги не считать, тем более я говорю, что это верхушка, их там чуть более ста человек, они владеют всеми богатствами страны. Скажем, страна не обеднеет, чтобы каждому выделили 50 тысяч тенге. и второе, значит, банки, что по банкам? Я сейчас это озвучу предложение, как добиться срочки, когда вот следующие у меня вопросы есть, я объясню, как реально решить этот вопрос. Самое интересное, что это правительство, что вы понимали, они закопают минимум 20-30 миллиардов долларов. Наше предложение, оно настолько точное, правильное, и все это приведет всего лишь инвестициям 10 миллиардов. То есть мы 2-3 раза меньше потратим, а эффект будет и помощь людям, и экономика заработает, и все изменится. Понимаете? Это вот если грамотно управлять денежными средствами, можно вообще мягко выйти из этой ситуации. Но сейчас опять же мне тут я вижу меня снова задают вопрос зачем вы советуете и все прочее, что пусть этот режим подавится, упадет, развалится. Уважаемые друзья, я эти предложения делаю не потому, что мне нравится этот политический режим, более того, вы знаете, я организовываю процессы, объединяя людей, чтобы добиться полной смены власти. Я это делаю, делаю различные свои предложения, они экономически обоснованы только потому, чтобы мы добились смены власти мягко, без эксцессов. Смена власти в любом случае произойдет, но я не хочу, чтобы миллионы людей сейчас страдали, попали в тяжелую ситуацию и потом с вилами бежали и сносили власть вместе с дворцами. Я уже много раз говорил, мы добьемся мирной смены этой власти. Поэтому я озвучиваю это предложение, которое, да, помогает им на плаву держаться этой политической верхушки, но кардинальные реформы они не в состоянии сделать, это понятно, и поэтому все это приведет к краху этой политической верхушки. Поэтому я, Касмжимар, помогаю тебе не потому, что к тебе испытываю какие-то теплые чувства, ты знаешь мою оценку тебя, я здесь просто хочу помочь нашим гражданам, хочу помочь стране, но не тебе лично, тебе ничего не поможет. Мне задают следующий вопрос, пятый, врачи болеют больше всего, да, статистика в Алма-Ате плохая, почти половина врачей заболели из общей численности те, кто заболел коронавирусом. Все время какие-то скандалы мне пишут, врачи увольняют, отправляют в опуска без содержания, мне с тревогой задают вопрос, кто нас будет лечить? Я хочу в этой связи сказать следующее, мы видим, что эта власть опять же после наших предложений как поддержать врачей, они все это перевернули, типа мы сделаем свои приложения, озвучили огромные суммы, которые затрагивает, ну может быть 10-15 процентов врачей в абсолютных цифрах от общего количества, но в реальности там они так обставляют условия выплаты этих денежных средств, что люди, что называется, на коленях ползают, чтобы какую-то часть из них получить. Поэтому можно сказать так, такая форма поддержки, она ни к чему хорошему не привела, дело в том, что это узкий слой, кто на карантине, кто в инфекционном отделении, но извините, обычные дежурные врачи, которые сидят в районных поликлиниках, везде, они же не знают, человек заболел коронавирусом или нет, он тоже подвержен, подвержен этому риску, и не случайно половина зараженных в Алма-Ате именно были врачей, не случайно, потому что врачи стоят на острие в любой точке, ты врач, неважно кто ты, гинеколог, хирург и так далее, ты общаешься с человеком, и потенциально любой из этих врачей может заболеть, и поэтому сейчас мы озвучиваем уже другие предложения, которые надо опять же немедленно принять, и суммы, самое интересное, что они в масштабах вот этой программы на сумму 10 миллиардов вообще ничтожные, что мы предлагаем, мы считаем, чтобы всем работникам работающих в медицинских учреждениях, самих врачей, санитарой, абсолютно все врачи-охранники в течение этих нескольких месяцев, начиная с мая месяца до 1 сентября, в течение 4 месяцев, получали доплату к своей основной заработной плате по 100 тысяч тенге каждый месяц, и тогда здесь не будет, знаете, они не будут заглядывать в карман другому врачу, обижаться, люди просто механически получают 100 тысяч тенге, это не будет зависеть от главного врача или от кого-то, от какого-то чиновника, проверяющей, не будет никаких скандалов, фактически около 250 тысяч человек, включая обслуживающий персонал медицинских учреждений, автоматически получат по 100 тысяч и все будет спокойно, никто не будет там жалобы писать автоматически. Теперь те врачи, которые попали в ситуацию, заразились коронавирусом, правительство обязано им выплатить пол-500 тысяч тенге, чтобы они таким образом восстановились и получили материальную компенсацию. Вот такая простая модель, когда в этом участвуют все, все получают поддержку, она правильная. Вы посмотрите, они даже деньги, те самые, которые озвучили, собираются выделять 361 предприятие. Я посмотрел название отраслей, сырьевые, обрабатывающие отрасли, торговые центры и все прочее. Это именно те предприятия, которые контролирует сама власть и эта политическая верхушка. Вы понимаете? Так и здесь тоже, они принцип распределения денег врачам сделали так, что 10-15 процентов в эту материальную помощь потенциально получат. Остальные 85 процентов сидят где-то, при этом они находятся тоже в зоне риска. Это абсолютно неправильно. Мы должны сохранить наши кадры медицинские, потому что видно, что в России сейчас они только на середину, как они заявляют, развитие, распространение коронавируса дошли, и у них десятки тысяч, на вчерашний день, по-моему, более 60 тысяч человек заболело. Понимаете? И к нам это все придет, у нас будет развиваться, у нас просто нет системы тестирования, сейчас это все будет быстро разворачиваться и в нашей стране. Поэтому, если мы врачей не поддержим, не поддержим всю инфраструктуру, которая там работает, водители скорых машин, охранники, все абсолютно, кто в этой системе работает, они все находятся под угрозой, они стоят на острие. И поэтому по 100 тысяч тенге в состоянии наша власть заплатить, я посмотрел, это незначительная сумма, я сейчас в конце резюмирую, сколько это получается. И дальше, врачей нельзя сокращать, это опять же очевидно, надо учиться мировому опыту. Вот здесь я во Франции вижу, они призвали волонтеров, пенсионеров врачей, призвали, чтобы они пришли, врачей не хватает, в Италии врачей не хватает, в Испании то же самое. Понимаете? Они ищут врачей, а мы тут разбрасываемся, они у нас еще первые попадают под удары, их загоняет в карантин, им не дают средства защиты. Представляете, это с теми, кто должен бороться, помогать, если такое к ним отношение, действительно, очень опасная ситуация, что некому будет лечить наши граждане. Это просто поразительно, какие решения принимаются. Дальше мне задают вопрос. Вы сказали, что будет еще больше безработица, я уже и так несколько месяцев не могу найти работу, что делать? 42 500 тенге, мне даже, говорит, на продукты не хватило, одни долги, я что, вообще работу не найду? К сожалению, здесь вот ситуация очень плохая. Вот когда Назарбаев говорит, что будет безработица, там кризис такой, который был во времена Второй мировой войны, он говорит общие слова, а масштаб следующий. Я вам сейчас просто очень скажу, скажу, чтобы вы понимали, по-крупному, меня сейчас слушает правительство Казахстана, я уверен, что они такие анализы, цифры глубоко не делали, я поэтому по-крупному дам цифры, чтобы всем было понятно, что сейчас ожидается и какие экстренные меры нужно предпринять, именно экстренные. Чем больше будут сживать это импотентное правительство, тем больше будут потери. Я привожу пример с пожарами. Если где-то в углу загорелось, если они там сидят, рассуждают, вы понимаете, сгорит все. Если ты вовремя среагировал, можно ведром воды залить. Если ты замедлил, нужна пожарная машина. А если ты еще замедлил, там нужно 10 пожарных машин, у тебя останется вообще ничего. Вот сейчас такая ситуация. Правительство должно действовать очень быстро. Итак, я хочу так вам сказать, привести всего лишь один пример. У нас приблизительно годовой экспорт по итогам 2019 года составил около 60 миллиардов долларов. Экспорт. И основная его часть, почти 35 миллиардов, приносила нефтяная отрасль, валюта. Я уже много раз говорил, что такое валюта. Люди говорят, я получаю зарплату в тенге, у меня ни долларов, нет ни тенге, нет и так далее. Это люди, которые не понимают, что такое экономика. Вы получаете тенге, идете на, допустим, торговый центр, это компания, тенге собирает, а товар импортный в основном. Например, лекарства. У нас все 90% импортное лекарство. Одежда все импортная. И очень много-много товаров, которые вы покупаете в магазинах, практически почти все импортное. Значит, этот торговый центр, компания собирает ваши тенге, потом идет в банк, через банк покупает валюту, доллары и покупает за рубежом товар. Если у этого предприятия, которое занимается импортом, нет возможности купить доллары, просто нет в стране долларов, вот нет. То есть мы за пределы страны вообще не продаем. Не можем наш товар продать за доллары. И стране значит нет долларов. Значит в нашей стране не будет лекарств, не будет телефона айфон, не будет компьютеров. Вы не сможете заплатить за интернет, хотя вы в тенге платите, но наш оператор типа Кастелеком, он платит внешним компаниям доллары за то, что по этому кабелю идет сигнал. Ну то есть фактически наша экономика без долларов просто развалится. Вот что значит доллар, чтобы вы понимали. Так вот из 60 миллиардов долларов экспорта почти 35 миллиардов составляет нефть. И порядка например 6 миллиардов, чуть больше 6 миллиардов это услуги. Железная дорога авиации оказывает услуги транзитные, возит международные грузы. И еще сырьевой сектор это поставка ферросплавов, металлов и так далее. Там по-моему если я ошибаюсь порядка 15 миллиардов долларов. Так вот я даже это сейчас не считаю. Возьмем только одну нефтяную отрасль 35 миллиардов. Вот представьте себе что цены на нефть с начала года упали в 6 раз. что? Значит вместо 35 миллиардов делим на 6 в страну придет 6 миллиардов. То есть грубо говоря более 20 миллиардов долларов в страну не придет. Потом железная дорога оказывает услуги за транзит потому что идет экспорт из Китая и обратно разных товаров. Но если сейчас мировая экономика замедляется то значит и услуг нашей компании не смогут оказать в той мере которая есть. В общем я взял такую знаете цифру очень скромную вот сейчас я уверен что у меня министр финансов премьер там все слушает вот послушайте Карим Хасмужумар послушайте я беру очень консервативную сумму и пусть там ваш госкомстат национальный банк побежит и посчитает после моих слов так вот страна недополучит минимум 25 миллиардов долларов это я отвечаю на вопрос что будет с работой вот представьте себе что те самые 25 миллиардов которые каждый раз поступали в нашу страну они не вообще не придут значит эти денег нет значит вам не могут платить заработную плату предприятие которые вас вчера нанимали теперь наше правительство говорит что средняя зарплата 200 тысяч тенге ну мы понимаем что они врут что в реальности у нас люди 60 80 тысяч тенге получают но за счет средней зарплаты Астаны Алматы Атрау Мангастау где нефтяники считаются получают более 300 тысяч тенге в Алмате в Астане тоже якобы вот более 300 тысяч тенге средняя по стране получается 200 тысяч тенге ну хорошо давайте мы будем так считать я сейчас просто на этой цифре вам покажу что в нашей стране в течение одного года на рынок труда придет 5 миллионов безработных уважаемые друзья 5 миллионов у нас в стране всего лишь 9 миллионов 200 тысяч работающих и у нас будет суммарно 5 с половиной миллионов безработных то есть каждый второй каким образом 200 тысяч тенге это порядка даже считаем что по текущему курсу около 400 долларов умножаем на 12 месяцев получаем 4800 5000 долларов 25 миллиардов делим на эти самые 5000 долларов чтобы определить количество людей получается что 5 миллионов человек не получит зарплату годовую если мы считаем что в каждом месяце один человек получает 200 тысяч тенге вот простой такой расчет показывает что нашей стране должно появиться 5 миллионов безработных сейчас по официальным данным где-то 450 тысяч и вот в течение одного года в нашей стране будет 5 с половиной миллиона безработных каждый второй каждый второй будет безработным вы представляете масштабы того что надвигается на нашу страну поэтому я отвечаю на вопрос а будет ли работа с этим правительством если они сейчас не примут план действий которые озвучивают потеряет работу каждый второй по всей стране вот такая трагичная ситуация и у меня в этой связи сразу спрашивают если безработных много что можно ожидать от правительства что вы можете рекомендовать правительству чтобы они действовали вот смотрите уважаемые друзья в нашей стране малого и среднего бизнеса в сфере малого и среднего бизнеса работают 3 миллиона человек в нефтяном секторе сырьевых секторах суммарно работает около 2 миллиона человек ну и у нас самозанятых там реально больше 2 миллионов что это значит это значит когда мы говорим 5 миллионов человек если каждый второй будет безработный ну то есть это нашей стране катастрофа будет такого не было никогда даже в начале 90-х годов наверно такого не было что нужно делать всего лишь развязать проблему можно десятью миллиардами долларов если каждый человек включая младенцев нас там 18 половина грубо миллионов получит по 50 тысяч тенге каждый что будет эти деньги они распространяются по всей стране не в карманы узкой этой верхушке а по всей стране то есть у нас же мы то есть у нас же люди то есть у нас же в чем проблемы эти деньги это вообще фантастика 50 тысяч тенге на человека муж-женам двое детей или трое детей получается семья получает 200 или 250 тысяч тенге минимум правильно есть семья где четверо детей пятеро детей то есть каждый месяц в течение мая июнь юль август 4 месяца семья будет получать 250 300 тысяч тенге тенге мы же знаем что такие деньги сейчас никто не получает что в среднем люди получают меньше люди с удивлением узнают что они уже нищий когда я объяснил что значит бедный если на семью из четырех человек вы имеете доход 300 тысяч тенге по оценке всемирного банка вы бедны и таких бедных у нас наверное 80 процентов страны та модель которой я сейчас предлагаю чтоб каждому выплатить включая младенцев по 50 тысяч тенге она ситуация кардинально изменит потому что сейчас рестораны кафе разные предприятия когда выйдут с карантина у них не будет покупатели потому что людей денег нет и они разорятся и не будут платить налоги в бюджет бюджет тоже будет разоряться и так далее я поэтому предлагаю очень простую схему течение четырех месяцев когда каждая эту сумму будет получать деньги растекутся в том числе в сельскую местность где живет около 40 процентов населения сейчас у них пассивная потом летом будут летние работы осенью уборочные работы так далее нашим гражданам нужны деньги чтобы в этот период этот капитал перераспределился он ушел в те регионы где сейчас фактически за счет этого можно изменить нашу жизнь более менее стабилизировать понимаете то есть деньги уйдут те отрасли аграрный сектор они уйдут тем людям которые сейчас не знают что делать они как-то организуется в кризис всегда все сами должны спасаться но мы для этого должны помочь людям для этого каждому человеку в течение четырех месяцев нужно выплачивать по 50 тысяч тенге не в течение одного месяца течение четырех месяцев тогда вот эти все эти предприятия малого среднего бизнеса которые существуют городах в районных центрах так далее они получат покупателя у которого есть деньги при том даже больше чем было раньше мы же говорим что средняя заработная плата 200 тысяч тенге тут получается семья муж жена получает 100 тысяч тенге двое детей или трое детей еще сто сто пятьдесят то есть фактически даже в селе заработная плата или доплата будет выше чем было раньше это приведет сразу к тому что люди будут как обычно покупать разные товары и услуги и вся эта инфраструктура малого среднего бизнеса она живет они не будут сокращать людей не будет увольнять миллионы сейчас же получается если это решение не сделать то мы на рынке труда через течение года суммарно получим 5 миллионов безработных 5 миллионов представляете а тут я посчитал цена вопроса 2 миллиарда по сути дело в месяц течение трех четырех месяцев если людям это выплачивает это всего лишь там около 8 миллиардов долларов и тогда вот этот мало средний бизнес он не будет умирать они начнут двигаться понимаете потому что каждый будет приходить покупать одежду там еще какие-то услуги состояние будет заплатить за телефон за электричество и у вас есть время вы знаете что вот ага в мире кризис надо сейчас думать как перестроиться поэтому государство должно дать людям время чтобы они перестроили свою жизнь и каждый нашел возможность заработать что-нибудь еще других сферах наши люди изобретательный просто нельзя сейчас загонять их на край пропасти наши люди найдут решение и каждый будет выплывать и я уверен именно так и у нас произойдет перестройка всей страны всей экономики теперь смотрите что нужно еще сделать банки мы знаем что семь с половиной миллионов человек имеет кредиты в банках семь с половиной сейчас эти деньги которые такая в 10 миллиардов хочет распределить они в том числе и уйдут банки называют и они там пропадут что я предлагаю сделать вот эти семь с с половиной миллионов человек в течение этих трех четырех месяцев правительство должно заплатить их проценты заплатить за них эти проценты тогда банк получает эти проценты только проценту не получает сотни миллиарды а только ему проценты закрывает физическим лицам их семь с половиной миллиона человек представляете семь с половиной миллион человек сразу вчера они испытывали проблемы нужно сокращать людей они Они текущие какие-то деньги брали и закрывали свои проценты, мучились, бегали, а теперь они знают, что правительство им эти проценты закрыло, и тогда они не будут сокращать людей на своих предприятиях. Самое интересное, что эти деньги придут банкам, банки будут на плаву, банки будут на плаву. Что мы предлагаем? Заплатить за все кредиты населения, их всего 7,5 миллионов человек, это небольшая сумма. Я говорю, все это укладывается суммарно в 10 миллиардов долларов. Плюс заплатить проценты за 3 месяца минимум бизнесу, заплатить все их проценты, которые есть в банках. Не давать им деньги, чтобы они там якобы новый бизнес создавали в условиях кризиса, это все ерунда, они перестроятся. Сейчас эти деньги, мы понимаем, они уйдут опять же предприятиям Назарбаева. Ну всего 361 предприятия, это же в основном Назарбаев, это политическая верхушка, их же тысячи предприятий. Когда мы эти деньги распределим всем предприятиям, получится так, что наступит массовое облегчение по всей стране. Предприятия на плаву, банки на плаву, нормально работают, получили свои проценты. Предприятия получили погашение, им тоже облегчение. За это время, в течение нескольких месяцев, они начнут перестраивать свою работу. Он же Назарбаев говорит, что некоторые бизнесы отомрут, да, отомрут, они перестроятся, будут чем-то другим заниматься. Люди будут понимать, что у них есть несколько месяцев, не надо мучиться. У них есть каждый месяц по 50 тысяч деньги, каждому, включаясь членам семьи, получили, они тоже на плаву стоят. И знают, что у них время всего лишь несколько месяцев, надо перестраиваться, думать, понимаете. Даже если работники целевых предприятий, как Арселор Миттл, другие, они работают, они все равно должны получить эти 50 тысяч деньги. Все равно, потому что они все равно мало получают. Больше денег получат, будут тратить у себя в регионе, малый и средний бизнес тоже останется на плаву. Не будет катастрофы. А если эти люди будут иметь деньги, они могут арендовать квартиры, как раньше, оплачивать свои услуги. Вы же знаете, очень многие люди занимаются бизнесом, сдают аренду квартиры. Ну, люди у них нанимают, живут там. А сейчас они попали в ситуацию, что они не могут оплачивать аренду. Они могут оплачивать аренду. То есть, фактически мы стабилизируем все, малый и средний бизнес. Жизнь людей. Мы стабилизируем банки, банковскую деятельность. Сельское хозяйство, люди, которые живут в аграрных районах, хлопковики, зерновики, они за это время, имея такие деньги, они могут просто развивать свое домашнее хозяйство, скот завести, в конце концов и так далее. Эти 3-4 месяца им помогут резко перестроиться. Мы даем сигнал пожарный, говорим, ребята, кризис надвигается, вот вам деньги, давайте перестраивайте свою жизнь. Вот что надо сделать. И цена вопроса всего лишь 10 миллиардов долларов. А что сделает режим? 10 миллиардов сейчас они украдут, растащат. Я вам скажу так. Все, что я говорю, внимательно слушайте, члены правительства. Я говорю еще консервативно, реальность будет хуже. Так вот, эксперты во всем мире говорят, что половина кредитов, минимум, не будет погашена банком. Наши банки имеют приблизительно, если в долларном эквиваленте, всего лишь 50 миллиардов долларов. Небольшие деньги. Свой кредитный портфель приблизительно. Я о долларном эквиваленте говорю. Значит, 25 миллиардов им не дадут. Люди просто не смогут платить. Вы же знаете, 7,5 миллионов человек это бедные люди. Они не заплатят. Предприятия попадут сейчас в кризис. И в тысячи малый и средний бизнес тоже не заплатят. Так вот, 25 миллиардов правительству придется вытаскивать откуда-то. Откуда? Тот же самый национальный фонд должны побежать. А Назарбаев, как всегда, будет тянуть, сопротивляться. И к этому моменту банки обрушатся. Вы потеряете свои вклады. Пенсионеры свои тоже вклады потеряют. Это будет в ближайшие несколько месяцев. В течение этого года все произойдет. То есть тогда вместо 10 миллиардов, которые мы предлагаем, они потратят и эти 10 украдут, и эти 25 сверху, и еще в бюджет. То есть там минимум 50 миллиардов просто страна потеряет. Просто так. А наше решение предлагает просто перестройку всей системы. И банки будут на плаву, и люди получат эти денежные, по денежной поддержке от правительства. Малый и средний бизнес будет работать. Все будет работать. Понимаете? Поэтому вот, собственно, что нужно делать и по бизнесу, с банками, с безработицей. Нужно выплатить в течение 4 месяцев людям эти суммы. Каждому по 50 тысяч тенге. Теперь дальше мне задают вопрос. Что будет с банками? Я смогу забрать свой депозит после карантина? Банки не разорятся? Это в развитии того, что я говорил. Что будет с нашими деньгами? Нам вернуть деньги? Есть же страхование какое-то? Ну, уважаемые друзья, я только сейчас вот в тему банков говорил. Банки все находятся по владению Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения. И банки сейчас разорятся. И Назарбаев все равно, чтобы их спасти, он туда минимум 20-25 миллиардов долларов закачает. Но эти деньги не придут к вам. Вы же помните, когда те или иные банки попадали в тяжелые ситуации, правительство вкачивало деньги, а потом раз, Назарбаев и себе присваивал. А к вам приходили люди и требовали отдай кредит, забирали у вас жилье, там преследовали разные компании, ходили за вами, охотились. И сейчас это есть, вы знаете. Поэтому то, что попадет в банки Назарбаева, это все, это вы от этого ничего, какой-то пользы не почувствуете. А если деньги придут к вам напрямую, как я сейчас предложил, чтобы вам погасили проценты за эти несколько месяцев, летний период, начиная с мая, если вам выплатят по 50 тысяч тенге, у вас не будет проблем. Банк не разовалится, ему не нужно миллиарды долларов впихивать, всего лишь оплатить проценты в течение 3-4 месяцев. Заплатить за вас, за физическое лицо, и заплатить за бизнес проценты. Все это уложится в 10 миллиардов долларов. Вот, если это правительство не сделает этого, банки разорятся. Не случайно эти разговоры, что жил, строит Сбербанк, ходят, ну или Тенгри банк, он просто не отдает деньги, вклады, установил лимиты по 50 тысяч тенге, можно снять, люди даже 500 тенге не могут забрать. Вы же знаете ситуацию. Притом, это там влиятельные люди, которые имеют прямое отношение к этой политической верхушке, и они из этой ситуации не могут выйти. Завтра это будет и в других крупных банках. Если банки будут падать, значит вы действительно потеряете вклады. Я предлагаю очень простое решение. Заплатите правительство проценты за бизнес, заплатите проценты за кредиты физических лиц. Тогда такая у ненужного жалостливого галит, что дайте банки, войдите в положение. А кто там в положение должен войти? Основные владельцы это Тимур Кулебаев, у Тимуратов, что они должны войти в положение? Что ты сделаешь, Хасмжимарт? Назарбаев побежишь жаловаться? Это его банки. Что здесь прикидываться? Ясно, что люди отсрочку не получат, а если получат, то какая-то мизерная часть, и за это придется платить. В условии, когда экономика стоит, люди сидят на карантине, предприятия закрыты. Ну хорошо, ты дал отсрочку на 3 месяца до 1 июня, и что? А из каких денег они заплатят? То есть сумма же удваивается, а они бизнес у них не работают. Из каких денег они заплатят? Они разорятся, обанкротятся. Раз они разорятся, там люди, тысячи людей потеряют работу, это предприятие не сможет оплачивать налоги. Она сегодня держала налоги, арендовала здания, помещения, люди оказывали услуги, теперь все это закроется. Так бюджет об этом проиграет. Надо же на плаву держать, это же очевидно. Поэтому вопрос, что будет с банками следующий, он сейчас зависит от правительства. Это ключевой вопрос, к сожалению. Но не нужно банкам давать деньги, а именно нужно давать людям, чтобы автоматически были списаны их проценты. Даже эти деньги не должны в руки попадать, просто приходит правительство, дает деньги в банк, списывается проценты по вашему кредиту. И 3 месяца вам дается передышка. Вот что нужно сделать. И у меня теперь спрашивает, что выйдем из карантина, что нас ждет? Почему-то, говорит, становится страшнее выходить на работу, сплошная неопределенность. Скажите, что эта власть может сделать, что нам делать? Ну, уважаемые друзья, на самом деле я те мероприятия, которые сказал, что надо их делать в срочном порядке, конечно, еще есть более энергичные меры, но есть очень простые вещи. Сделать то, что я сказал, списать кредиты, каждому выделить по 50 тысяч тенге, врачам доплаты по 100 тысяч тенге и медицинским работникам, кто в этой сфере работает. И еще нам надо облегчить жизнь людей. Глобально. Цены на нефть упали в 6 раз. Бензин стоит себе по той же самой цене и стоит. Дизельное топливо стоит и стоит. Нам сейчас, когда Назарбаев говорит о продовольственной безопасности, о рисках голода, это реальность. Это действительно реальность. Что нужно делать? Надо спасать аграрную отрасль, животноводство. Вообще все это нужно спасать. Но не словами же. Они говорят, что вот мы выделим деньги, выделяем дизельное топливо на 15% дешевле, чем было в январе. Слушайте, цены на нефть упали в 6 раз минимум. Минимум в 2 раза цены на дизельное топливо должны упасть. Если вы говорите 165, максимум 80 тенге должно стоить. Максимум. Бензин в 2-3 раза должен быть дешевле стоить. К чему это приведет? Это активизирует людей. Если люди получают помощь по 50 тысяч тенге каждый. Если списывают их проценты за кредиты. Если предприятие, им правительство спишет проценты за кредит не основную сумму, проценты. Вот в чем прелесть. Когда ты списываешь проценты, получается, что это незначительная сумма в масштабах страны. Тогда, когда дешевые цены на бензин, на дизельное топливо, что происходит? Аграрная продукция будет дешевая. Опять людям облегчение. Наши продукции будут конкурентные. Люди, зная, что расходы на бензин будут минимум в 2 раза меньше, они начнут активно двигаться по стране. Смотрите, на юге Казахстана гниет аграрная продукция. Гниет. Надо снять все ограничения, чтобы и сделать дешевое топливо, бензин и дизельное топливо. Тогда бизнесмены могут с юга просто перебрасывать на север. Слушайте, в советские годы я жил на юге, да, юг у нас был богатейший. Не может юг страны быть одним из бедных. Представляете, в нашей статистике южная часть Казахстана считается нищей. Это вообще просто нереальная природа, климат, температурный режим, люди образованные, умеют работать на земле. как люди могут быть бедными? Как? Я пойму, что от Рау там и так далее, там ничего практически нет, кроме нефти, да? Ну, как на юге люди могут быть бедными? Только тогда, когда правительство не вкладывает свои усилия. Когда аграрная продукция лежит на земле, гниет, когда они не могут перебросить куда-то. А почему? Потому что запреты, потому что всякие ограничения. Ну, как это зерно взять, запретить на экспорт? Как это можно запретить муку на экспорт? Потом ходит разрешение спрашивать. Как можно запретить подсолнечное масло и гречиху? Вообще не лезьте в дела аграрников наших, крестьян, кто работает на земле. Вообще в бизнес не лезьте. Снимите все ограничения, уберите все пошлины на ввоз. Никаких таких контрольных механизмов не должно быть. У нас контролирующих миллион в системе образования, детей какое-то количество учат, над ними надзирающие огромное количество. Надзирающих очень много. Кризис нужно дать возможность именно проявить людям свои качества. Все ограничения снять надо. Тогда будет все в порядке. Я помню, как в советские годы я жил на юге около Шимкента. Ездил Джисказган и поражался. У нас все гнило. Яблоки под ногами валялось. Мы не знали, что с ними делать. Просто как удобрение использовали. Приезжаешь в Джисказган, там такие не яблоки дичка, ужасные. Люди бегут, ломятся и покупают. Это никому не нужно. Я считал, что это не яблоки, черт ли что, мусор какой-то. Почему? Потому что не работа перерабатывающей отрасли. Потому что тогда в Советском Союзе считалась спекуляция запрещено, в тюрьму сажали и так далее. Слушайте, сейчас же времена другие. Дайте людям свободу. Тогда они в этом аграрном секторе все заработают. Южная часть Казахстана действительно станет богатой. Потому что сейчас вы не даете людям зарабатывать всеми ограничениями. Туда нельзя, сюда нельзя. Вот как в эти самые плохие времена. В рынке так не работает эта экономика. Вот что нужно делать. Когда у меня спрашивают, что делать, дать людям свободу. Дать людям сейчас возможность стоять на плаву и вы увидите это аграрный сектор и животноводство будет развиваться. Люди сами зная, что голод будет, они сразу будут работать, пойдут на землю. Сейчас те самые безработные, которые вообще ничего не знают делать, где-то пьют, где-то гуляют, не знают, что делать, они начнут работать. У меня товарищи в Грузии рассказывают, что в связи с тем, что этот кризис из Грузины поскупали даже в горах земли, которые пустовали, покупают коров, овец, там прям из городов приезжают, осваивают землю. Это вот так мне ребята рассказывают из Грузии. Понимаете? И это то же самое в Украине происходит, это я слышу. У меня много там знакомых. Дайте людям возможность двигаться и зарабатывать, уберите ограничения. И вот эта форма поддержки, это стартовый капитал, чтобы вся экономика перестроилась. Попытка Назарбаева сказать, что мы будем из единого центра управлять. Он 30 лет управлял, кроме него никто не обогатился. Все остальные бедные и нищие. Это единственный способ выжить. И потом, вы знаете же, у нас таблички переименовывают, какие-то праздники миллиарды тенге, типа экспо миллиарды тенге и так далее. У нас в национальных компаниях просто гребут миллиардами, сидят люди никому не нужные, знакомые и все прочее. Если там навести порядок, в национальной компании, той самой железной дороги, вы знаете, миллиарды нанес убыток, нынешний пример Аскар Мамин. Миллиарды. Если просто мы возьмемся, будем наводить порядок, даже в условиях этого кризиса у нас будет все в порядке. В 98-99 годах, когда цены на нефть дошли 99,5 долларов за баррель, как сейчас. Но мы же справились, у нас падение всего лишь составило полпроцента. Сейчас что пишет правительство Казахстана? Отчитывается, они даже пересчитали бюджет, якобы не 55 долларов за баррель, а 25, как они сказали. Я тогда опять хохотал. В Африке такие вещи происходят, люди, ну мы же говорим, что это дно Африки, так мы еще хуже. Когда сейчас цена уже в районе 10-15, как можно было бюджет страны считать за 25 долларов? Это же было видно. И вот они что говорят? Якобы у нас падение экономики будет всего лишь 0,9 процента. Ну что вы врете? Какие 0,9 процентов? Европа более развитая, обладающая ресурсами, диверсифицированная экономика, они говорят консервативно минимум 7,5 процента будет падение, минимум. Понимаете? То есть меньше 10 процентов не будет такого, чтобы экономика упала. А что такое? Для многих непонятно, что значит 10 процентов. Я вам скажу, это как в начале 90-х годов, когда миллионы были, не имели заработную плату, перебивали случайными заработками, когда валюты не было, когда мы эту валюту искали, там с экспортерами договаривались и так далее. Это было начало 90-х годов, когда падение экономики было на 10 процентов. Молодежь не знает, они думают, что там за 90-е годы. 90-е годы был кошмар, я вам скажу. Это мы, бизнесмены, вытягивали, крутились, женщины ездили сотнями тысяч в Китай, челночили, закрывали импорт. Это тогда вся страна двигалась, чтобы вы понимали. Поэтому, когда Назарбаев говорит, я из единого центра, как одной корпорации буду управлять, я знаю, как он будет управлять. Он поделит деньги между своими, остальные просто подохнут с голоду. Вот как это будет. Поэтому, единственный способ выделить вот такую помощь, всего лишь 10 миллиардов долларов, взяться за национальной компанией, отрезать все эти праздники, переименования таблиц и так далее, это даст возможность стране в короткие сроки перестроить всю экономику. Это программа только для Токаева Назарбаева, для того, чтобы людям сейчас стало лучше и легче всем. Теперь меня, наверное, спросят, а какая ваша программа? Уважаемые друзья, у нас программы конечно более кардинальные, более того, меня же спрашивают, когда правительство демократического выбора Казахстана придет к власти, даже при низких ценах на нефть, вы и состояние будет выполнить те программы, которые озвучили. Бесплатное медицинское обслуживание государственное, образование, высшее и среднее специальное бесплатно, заработные платы, которые я говорил, что не менее тысячи долларов должны получать люди в экспортных предприятиях, а в среднем тысячи пятьсот. очень много было заявлено с нашей стороны, я вижу, что мы их исполним, уважаемые друзья, мы их исполним в условиях кризиса, даже те суммы, которые я заявлял, в частности, что если люди собираются, на финальном митинге выходят сотни тысяч человек, и мы добиваемся смены режима, даже в этом случае победители, которых сфотографируют, механизмы рассказывали, как будем определять тех людей, которые участвовали на финальном митинге, каждый из вас получит по 10 тысяч долларов из бюджета страны, и мы эти деньги найдем, они есть, я даже не ориентируюсь, что мы конфискуем на Узарбаева 200 миллиардов, его родственников тоже миллиарды сумм, это отдельно дополнительный бонус для нашей страны, они есть сейчас, и вы знаете, вы видите, как они живут, эта верхушка также живет своей обычной жизнью, богатой, показывает свои украшения, ничего не поменялось, это говорит о чем, о том, что много в нашей стране еще денег, вы знаете, что контрабанда из Китая грузов идет на эти рынки, торгует мимо бюджета Булат Назарбаев, миллиарды долларов в год, черным кэшем, мимо налогов, без ничего, поэтому он сидит на этих скачках, пачку вытаскивает и швыряет деньги, потому что у него не зарегистрированы неофициальные контрабандные доллары и таких дырок в нашей стране много, я их знаю, я вам говорил, что только газ Тимур пихает за рубеж, с Газпромом договаривается, мимо, с этого получает в год полтора миллиард долларов и делится там, оттуда он Гоги Ашкенази 300 миллионов долларов передал и регулярно передает, у нас таких возможностей в нашей стране много, и вот представьте себе, вы хотите сказать, что Назарбаев и Такаев допустим, смогут справиться, нет, они нет, почему, потому что они, во-первых, не профессиональные, во-вторых, эти деньги, они будут воровать и вам не отдадут, а когда мы придем к власти, мы все эти каналы перекроем, во-первых, все эти программы, которых я озвучил, мы исполним 100%, потому что денег, даже в условиях кризиса, даже когда нефтегазовая отрасль будет медленно подниматься в течение минимум полутора-двух лет, у нас в этих условиях денег достаточно, так что я приношу обычно плохие новости, я говорю, что будет 5 миллионов человек безработных, но с другой стороны я говорю, как добиться, чтобы этого не было, даже при этом тупом правительстве, при этом воровском режиме можно все стабилизировать, как приходят к власти демократические выборы Казахстана, мы выполним все программы, поэтому уважаемые друзья, мы создали чат, он называется безработные и бедные, если ваш личный доход на каждого члена семьи составляет меньше, чем 165 долларов, то есть вы 165, ваша жена 165, ваши дети по 165, если это так, если вы на семью из 4 человек где-то имеете доход 300 тысяч тенге, по показателям всемирного банка вы бедны, именно поэтому я говорю, что у нас основная часть населения бедные, мы создали чат, называется бедные и безработные, мы фиксируем туда людей, а это фактически основная часть нашего населения, которые имеют такие низкие доходы, необходимо зарегистрироваться в мессенджере телеграм, зайти и найти вот такой чат, еще раз хочу повторить, что это даст вам, мы сейчас ограниченными возможностями оказываем давление на это правительство, эти пресловутые 42 тысяч тенге, все равно миллионы получили, и какие-то формы другие поддержки, они тоже происходят под нашим давлением, но если мы в этом чате соберем хотя бы 1 миллион человек, а это реально, то вы представляете, это объединенная сила будет выдвигать требования этому правительству, а если Назарбаев, Такаев скажут нет, мы эти миллионы человек выведем на улице с экономическими требованиями, потому что мы скажем, Назарбаев, раскрывай, это не твой фонд, это фонд народа, если ты говоришь 60 миллиардов, это не твои деньги, они принадлежат народу, и мы объединим людей и потребуем, а если он не пойдет навстречу народу, то эти сотни тысяч людей просто снесут этот режим, и мы добьемся тех самых перемен, выполнение тех программ, о которых я говорю, программы демократического выбора Казахстана, и я прекрасно понимаю, что на первых порах, буквально завтра, как только в этот чат заходит сотни тысяч человек, как только мы выдвигаем требования, чтобы этот режим каждому заплатил в течение четырех месяцев по 50 тысяч тенге, понизил цены на бензин и дизельное топливо минимум два раза, я уверен, что это правительство будет вынужденно немедленно исполнить наши требования, немедленно, вот в чем сила, у вас же сейчас нет возможности, вы сидите у себя дома, вы в отчаянии, никто вас не слышит, таким не слышит, газеты купленные, суды власти, плевать на вас, и мы в этом смысле создали площадку, где все силы могут объединиться и выдвинуть объединенные требования, и они никуда не денутся, так что уважаемые друзья, я приглашаю вас зарегистрироваться в этот чат в телеграме, бездомный и бедный объединиться, и все наши требования, которые я озвучил, я уверен, что мы добьемся, добьемся, если вы все туда придете, мы объеднимся, выдвинем требований, более того, мы добьемся в этом году смены этого политического режима. Алга, Казахстан.